Повторяю вас послушать инсценированный рассказ Мапасана о жерелье. Запись из фондов радио. Матильда! Матильда, дорогая, что у нас сегодня на обед? Суп с капустой. А-а-а! Суп с капустой. Ничего не может быть лучше. Ах, если бы господин Луазель, Садясь обедать за круглый стол, Покрытый трехдневной свежести скатертью, Знал, о чем думает, сидя напротив его жена, Когда он, снимая крышку с суповой миски, Радостно возглашал суп с капустой. Ничего не может быть лучше. Суп с капустой. Ничего не может быть лучше. Конечно, для тебя ничего не может быть лучше. Ты даже представить себе не можешь, Что я могу мечтать. Мечтать о тонких обедах. Ты даже представить себе не можешь, Что я могу мечтать о тонких обедах, О сверкающем серебре, О гобеленных, украшающих стены героями древности И сказочными птицами в чаще феерического леса. Я мечтаю об изысканных яствах, Подаваемых на тонком фарфоре, Об изящной беседе за столом, О любезностях, которые шепчут на ухо И выслушивают с загадочной улыбкой, Трогая вилкой розовое мясо форели Или крылышко рябчика. Да, да, Ее мечты выглядели приблизительно так. Матильда была одна из тех изящных И очаровательных созданий, Которые словно по иронии судьбы Рождаются иногда в чиновничьих семействах. Понимая, что у нее нет никаких шансов на то, Чтобы ее узнал, полюбил человек состоятельный, Она приняла предложение Мелкого чиновника Министерства Народного образования. Не имея средств на туалеты, Она одевалась просто, Но чувствовала себя несчастной, как пария, Ибо для женщин нет ни касты, ни породы. Красота, грация и обаяние Заменяют им права рождения И фамильные привилегии. Свойственный им такт, Гибкий ум и вкус. Вот, единственная иерархия, Равняющая дочерей народа Самыми знатными дамами. Субтитры создавал DimaTorzok Она страдала непрестанно, Так как чувствовала себя рожденной Для изящной жизни, Для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего жития, От убожества голых стен, Просиженных стульев, Полинявших занавесок. Все, чего не заметила бы Другая женщина того же круга, Мучила ее и возмущала. Один вид маленькой бретонки, Которая вела их скромное хозяйство, Рождал в ней горькие сожаления И несбыточные мечты. Я так отчетливо вижу, Я ощущаю немую тишину приемных, Задрапированных восточными тканями, Освещенных высокими канделябрами старой бронзы. Величественные лакеи в шелковых чулках Дремлют в мягких креслах От расслабляющей жиры калориферов. Я вижу затянутые старинным штофом Просторные салоны, Где тонкой работы столики Уставлены неслыханной цены пизделушками. Кокетливые раздушенные гостиные, Где в пять часов за чаем Принимают близких друзей мужчин, Прославленных и блестящих людей, Внимание которых льстит каждой женщине. Ох, но об этом я могу только мечтать. У меня нет ни туалетов, ни драгоценностей, Ровно ничего. А я только это и люблю. Я чувствую, что для этого создана. Я так хочу нравиться, Быть обольстительной И иметь успех в обществе, Чтоб другие женщины мне завидовали. Но ничего этого нет. Нет. Есть эта убогая столовая, Несвежая скатерть, И этот жалкий капустный суп. Прекрасный суп. Ты чем-то огорчена, Матильда? Нет, нет. Нисколько. А у меня для тебя сюрприз. Посмотри-ка, Вот в этом конверте. Приглашение куда? Читай. Министр народного образования Госпожа Рампану Просит господина и госпожу Луазель Пожаловать на вечер в министерство. В понедельник, 18 января. Ну как, ты довольна? На что оно мне? Скажи, пожалуйста. Как же так, дорогая? Я думал, ты будешь очень довольна. Ты нигде не бываешь. Это прекрасный случай. Прекрасный. Пойми, я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть. А приглашают далеко не всех. Мелким чиновникам не очень-то дают билеты. Там ты увидишь все высшее чиновничество. В чем я туда поеду? В чем? Мне надеть нечего. Как нечего? Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень хорошее. Да что такое? Ты плачешь. Что с тобой? Ну что? Ничего. Только у меня нет туалета. И, значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена одевается лучше меня. Послушай, Матильда, а сколько это будет стоить? Есть приличное платье. Ну, такое, чтобы можно было надеть и в другой раз что-нибудь совсем простое. Не знаю точно. Но, по-моему, 400 франков мне бы хватило. 400 франков. Хорошо. Я дам тебе эту сумму. Только постарайся, чтобы платье было нарядное. Муж не сказал Матильде, что как раз такая сумма была у него отложена на покупку ружья, чтобы ездить на охоту в окрестности Нонтера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков. Она так и не узнала о его жертве. Но приближался день бала. Платье было уже готово, но господин Луазель с волнением замечал, что жена не находила себе места, грустила, беспокоилась о чем-то. Матильда, послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная. Мне досадно. Досадно, что у меня ничего нет. Ни одной вещицы, ни одного камня. Нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер. Приколи живые цветы. Зимой это считается даже элегантным. А за 10 франков можно купить 2-3 великолепные розы. Нет, не хочу. Это такое унижение. Выглядеть нищенкой среди богатых женщин. Постой, постой. Какая же ты дурочка. Дурочка, поезжай к своей приятельнице, госпоже Фористье, и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка. И верно. Как я об этом не подумала. Госпожа Фористье была богатой подругой Матильды. Они вместе воспитывались в монастыре. Матильда изредка навещала ее, но каждый раз, возвращаясь от нее, она так страдала, что клялась не ездить туда больше. Однако на другой же день отправилась к госпоже Фористье и рассказала ей о своем горе. Ну, твоему горе очень легко помочь, Матильда. Вот тебе моя шкатулка с драгоценностями. Выбирай, дорогая. Как? Я могу взять любое украшение? Конечно. Выбирай любое. Я же не знаю, что тебе может понравиться. О, какой браслет и жемчуга к нему. Ну, нет, они не подойдут к моему платью. Ха, а жаль. Ой, золотой крест с камнями чудесной венецианской работы. Он стоит целое состояние. Ну, нет, нет, хотя и жалко выпускать его из рук. А что в этом черном атласном футляре? О, какая красота. Да, бриллиантовое ожерелье. Ничего великолепнее в жизни не видела. Жанна, можно я примерю? Конечно, можно. О, восхитительно, не правда ли? Можешь ты мне дать это? Только, только это. Ну, конечно, могу. Спасибо тебе. Ты меня спасла. Я верну тебе его сразу после вечера. Господи, наконец-то настал день бала. Гаспожа Лоазель имела большой успех. Взящная, грациозная, веселая, словно опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. И сам министр ее заметил. Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная словно облаком счастья всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все, конец. Уже четыре часа. Ой, кто бы мог подумать. Время пролетело так незаметно. Нет, не надо пальто, я надену внизу. Ты видишь, какие меха у других женщин. Разве можно надеть это убожество на мой бальный наряд? У меня к тебе только одна просьба. Найми фиакр. На улице фиакра не оказалось. И они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших по обель. Наконец, на набережной им постречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие оказываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества. Он привез их домой на улицу мучеников. И они молча поднялись к себе. Ох, мне завтрак десяти часам нужно быть в министерстве. Неужели все кончено? Да. Я не верю. У меня никогда в жизни не было такого наряда. Ой. Что такое? Что с тобой? Со мной? У меня... У меня пропало жерелье госпожи Форосе. Как? Что такое? Не может быть. Да. Поищи в складках платье, а я посмотрю в карманах. Ну что, нет? Нет. Ты помнишь, оно было у тебя, когда мы уходили с бала? Да. Я трогала его в вестибюле министерства. Если бы мы потеряли его на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре. Да. Да, скорее всего. Ты запомнил номер? Нет, а ты? Нет. Я пойду проделаю весь путь, который мы прошли пешком. Посмотрю, не найдется ли ожерелье. Он его не нашел. Днем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявления о пропаже на извозящих стоянках, словом, всюду, куда его толкала надежда. Чтобы выиграть время, Матильда под его диктовку написала приятельнице, что сломала замочек у ожерелья и отдала его исправить. К концу недели они потеряли последнюю надежду. Нужно было возместить потерю. Они начали ходить от ювелира к ювелиру в поисках точно такого же ожерелья, припоминая, какое оно было, советуясь друг с другом, оба еле живые от горя и тревоги. В одном магазине поля-рояля они нашли колье, которое им показалось точь-в-точь таким, какое они искали. Оно стоило 40 тысяч франков. Им его уступили за 36 тысяч. Луазель стал занимать деньги, выпрашивая тысячу франков у одного, пятьсот у другого, сто франков здесь, пятьдесят франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, ставил свою подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли выпутаться. Он закабалился до конца жизни, подавленный грядущими заботами, черной нуждой, которая надвигалась на него, перспективой материальных лишений и нравственных мук. Он поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок 36 тысяч. Жанна, я привезла твое ожерелье. Что же ты держала его так долго? Оно могло мне понадобиться. Извини, брось его в шкатулку. Она даже не раскрыла футляра. Какое счастье, чтобы она подумала, если бы заметила подмену, может быть, сочла бы меня за воровку. Госпожа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически примирилась со своей судьбой. Они рассчитали прислугу, переменили квартиру, наняли мансарду под самой крышей. Она узнала тяжелый домашний труд, ненавистную кухонную возню. Она мыла посуду, ломая розовые ногти о жирные горшки и кастрюли. Она стирала белье, рубашки, полотенца и развешивала их на веревке. Одетая, как женщина из простонародья, с корзинкой на руке, она ходила по лавкам в булочную, в мясную, в овощную, торговалась, бронилась с лавочниками, отстаивала каждое су из своих нищенских средств. Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отсрочку по третьим. Муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, переписывая рукописи по пяти су за страницу. Такая жизнь продолжалась десять лет. Через десять лет они все выплатили. Решительно все. Даже грабительские проценты. Госпожа Луазель сильно постарела. Она стала шире в плечах, жестче, грубее. Стала такой, какими бывают хозяйки в бедных семьях. Она ходила растрепанная, съехавшей на сторону юбки с красными руками, говорила громким голосом сама мыла полы горячей водой. Но иногда в те часы, когда муж бывал на службе, она садилась к окну и вспоминала тот бал, тот вечер, когда она имела такой успех и была так обворожительна. А что было бы, если бы я тогда не потеряла жрелье? Кто знает, кто знает, как изменчивая и капризна жизнь. как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека. как-то в воскресенье, выйдя прогуляться по Елисейским полям, чтобы отдохнуть от трудов целой недели, она вдруг увидела женщину, которая вела за руку ребенка. Господи, это же госпожа Фурустье, все такая же молодая, такая же красивая, такая же очаровательная, заговорить или не заговорить с ней. впрочем, 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 почему бы и нет. Теперь долг выплачен, можно и рассказать. Здравствуй, Жанна! Но, сударня, я вас не знаю, вы ошибли. Нет, я Матильда Луазель. Боже, бедная Матильда, как ты изменилась. Да, мне пришлось пережить трудное время с тех пор, как мы с тобой расстались. Я много видела нужды, и все из-за тебя. Из-за меня? Каким образом? Помнишь то бриллиантовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в министерство? Помню. Ну и что же? Так вот, я его потеряла. Как? Ты же мне вернула его. Я вернула другое, точно такое же. И целых десять лет мы за него выплачивали долг. Ты знаешь, как нам трудно пришлось? У нас ничего не было. Теперь с этим покончено, и сказать нельзя, до чего я этому рада. Впервые с того злосчастного дня. Ты говоришь, ты говоришь, вы купили новое ожерелье вместо того, моего? Да. Да, ты так ничего и не заметила. Я очень боялась, но они действительно были очень похожи. Матильда, бедная моя Матильда, Мои бриллианты были фальшивые, они стоили самое большее, пятьсот франков. Матильда, бедная моя Матильда, сказала госпожа Форусье, Мои бриллианты были фальшивые, они стоили самое большее, пятьсот франков. Прозвучал инсценированный рассказ Мопассана о жерелье. В постановке были заняты народный артист России Николай Мартон, заслуженный артист России Борис Улитин и артистка Людмила Сапожникова. Запись из фондов радио.